Когда моему младшему сыну было лет, наверное, 5 или 6, сейчас ему уже 21, как-то я занимался ремонтом освещения в ванной комнате, ну, чтобы там не выходить, лень мне было на площадку рубильник не выключать, я просто выключил самый выключатель, ну, и там копался. Говорю, пацаны, только свет не включайте, а то у меня только контрактный. А он, кажется, мимо проходил, он возвращается, он говорит, «Папа, это слово не говори, оно очень плохое, про любовь». Вот это я к чему. Я сейчас исполню совершенно новую песню, премьера песни, она появилась недавно, буквально 2 недели назад, она тоже про любовь, но очень хорошая. Ты посмотри, мой друг, какая красота, какая гранция, Какие формы и изгибы, просто глаз не оторвать. И не случайно столько песен и стихов об авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. Совсем не даром столько песен и стихов об авиации. Все потому, что невозможно красоту не воспевать. И даже слово «авиация» совсем не даром рода жену стала. И рождена она за тем, чтобы восхищать и покорять. Испытать любовь масштаба, если можно так сказать, вселенского. И поклонение, конечно, если только можно так сказать. И нам когда-то борезло попасть в ее поклонники-служители. И ею жить и все приказы и капризы выполнять. И даже тот, кто отлетал в свое луже, Остался небожителем. Остался небожителем. Да потому, что невозможно просто быть им, перестать. Нас от других совсем нетрудно отличить. И это здорово. Как говорил давно мой друг, кто не любил, тот не поймет. Мы будем просто во всем забыв стоять, Задравший голову. Когда увидим, как взлетает или садится самолет. Мы будем просто во всем забыв стоять, Задравший головы. Когда увидим, как над нами пролетает самолет. Ты посмотри, мой друг, какая красота. Какая мощь и грация. Какие формы и изгибы просто глаз не отвести. И не случайно столько песен и стихов об ариации. А если слишком много громких слов, То ты меня прости. И не случайно столько песен и стихов об ариации. А если слишком много громких слов, То ты меня прости. Я уже успел обрадоваться, что ничего не перепутал и не сбился. И на последней строчке. Ну я еще добавлю комментарий. Я специально не стал название говорить, Немножко интрижку сохранил. А получилось, как я где-то с мая месяца, У меня не было вообще никаких песен. После клеща я ничего не придумал. И уже стал даже где-то волноваться. Ну все, наверное, закончился и списался. Старость, деградация, деменция. И я смотрел, как-то выкладывал один из клипов в компьютере На свою песню про некрасивые самолеты. Там кто-то просто снял, как самолеты взлетают и садятся. Я не знаю автора этого клипа. Но я просто, когда его смотрел, У меня вот эта вот строчка. Ты посмотри, какая красота, какая грация. Это совершенно искренне. Это вот был такой толчок. И получилось как. Начал я придумал песню. Она кого-то вдохновила на вот этот клип. А потом этот клип меня вдохновил на новую песню. Значит, надо внимательнее относиться к творчеству других людей. Может быть, и еще что-то появится.